День победы в Украине и за границей. Самые яркие подробности праздника. Новости с линии фронта, как прошли последние сутки на Востоке. А вам славо, военная радистка из Одессы доказала, ветераны не стареют не только душой. Детский культурный десант, маленькие украинцы, пережившие переселение и войну, гастролируют в Европе. Парад военных оркестров, море цветов и слова о победе с высоты птичьего полета. Все это было сегодня в Киеве. Как прошел 70-й день победы и что о военном прошлом вспоминали ветераны. Елена Зорина расскажет подробнее. С 6 утра на Крещатике выкладывают надпись «Помним, побеждаем». Огромная инсталляция из картонных коробок на 750 метров от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади. Читается только с высоты птичьего полета. Чтобы выложить буквы, активистам понадобилось более 20 тысяч почтовых ящиков. Их предлагают прохожим наполнять гуманитарной помощью для бойцов на Востоке. Нам хватает тех проблем, которые у нас есть на Востоке. И мне кажется, что неплохо продемонстрировать миру и людям, и особенно тем, кто не видит, не понимает, что у нас происходит, что мы можем все вместе собраться и чего-то достичь. Центр города для машин перекрыт. Попасть в Парк Славы и к Музею войны можно только пешком. Иван Григорьевич с семьей, хоть и ветеран, но тоже идет пешком по дороге, вспоминает фронтовые годы. Он прошел практически всю войну. А за месяц до окончания войны в Австрии получил серьезное ранение. День Победы встречал в госпитале. Я был на порозе жизни из Парк Славы. Это было самое страшное. Профессор, когда я обходил, так и говорил. Сержант Пятко, ты в рубашке родился. Без тысячи человек протихом родились. Это состоится в живых. А вот Кира Лукинична сегодня в Парке Славы с маленькой внучкой. Теперь на фронте уже отец восьмилетней Леры. Он в АТО с января командует взводом под Волновахой. Я очень рада, что она победила на этой войне. Я желаю, чтобы всегда была у нас победа. В военные годы Кира Лукинична была санитаркой в столичном госпитале. Дальше был Мичуринская, Германия. Там она встретила окончание войны уже старшей операционной сестрой. Мне очень грустно этот день. Я здесь всегда встречалась со своими однополчанами, а их уже нет. Господи, мы так радовались. Такие были фейерверки. Стреляли мы даже с пистолетов со всех, которые там были. Нам давали офицеры эти пистолеты свои. Мы стреляли с салют победы. Это был неописуемый праздник. От парка славы до музея войны. Вместо военного парада в Киеве парад военных оркестров. Музыканты не только из Украины, но и из других стран. Каждый год Василий Иванович приходит сюда, к этому мемориалу, чтобы вспомнить боевых товарищей. Он едва слышит и уже не все помнит. Но ко дню победы готовится задолго до праздника. Все время протирает медали, вспоминает потихоньку, ну, что, как, к чему. И пиджачок подготавливается. Василию Ивановичу 92 ушел на фронт 20-летним парнем. Был в Восточной Пруссии, Германии. Об ужасах вспоминать не хочет Горько. Как и не понимает, почему сейчас воюют на востоке Украины. Для чего это оно? Это я с немцем воювал, а это кто с кем воюет. Для того, чтобы понимали, за что тогда воевали в парке возле музея, волонтеры раздают брошюры о войне и о том, какую роль сыграла в ней Украина. А еще новые символы победы. Рядом концерт для ветеранов. А вот полевой кухни нет. Вместо нее за деньги предлагают холодный чай, лимонад и шашлык. Но желающих мало. 63 тысяч. Ожидали, да, вот большое количество людей. Десятками тысяч пока что мы, наверное, можем мерить их сотнями. Вот один чай продали? Конечно, себе. Но главное не это, а внимание и пожелания. Всем ветеранам хочу пожелать жизни, чтобы больше не было никогда войны. Едь, конечно. Елена Зурина, Ольга Рыцарь и Ольга Теребинская. Подробности телеканал Интер. Петр Порошенко сегодня поздравил ветеранов и поблагодарил за их вклад в победу над нацизмом. Президент заверил, что сейчас их дело продолжают нынешние защитники страны. Украинские военные в зоне АТО. Глава государства вручил ветеранам юбилейные награды. Уже позже, на торжественной церемонии в Национальном музее истории Великой Отечественной войны, Петр Порошенко подчеркнул, что начиная с нынешнего года в стране появились новые, более европейские традиции, связанные с празднованием дня окончания войны. Но и 9 мая всегда будет оставаться памятной датой. Мы больше никогда не святкуватим этот день за российским сценарием, который предпочитает холоднокровное использование нашего дня победы для апологии экспедиционистской политики что до сусидов, для отримания их в своей орбите, для отроджения империи. В нашем уж украинском календаре 9 травня есть и завжди будет оставаться Днем Перемоги, червенным днем, как те маки, что символизуют память про загибших. Район Донецкого аэропорта и вся линия фронта. За ситуацией в зоне АТО продолжает следить моя коллега Ирина Баглай. Как прошел день там? Давайте узнаем из ее сюжета. 9 мая пригород Донецка облетает новость. Погиб мирный житель. Гражданскую машину местного боевики расстреляли в упор. Маргариту весть о смерти родственника застигла на могиле мужа. Говорит, он возвращался со смены домой. Работал спасателем. Я сейчас в Клабе, сейчас в Курненького. Позвонили мне и сказали, этого звонили у меня. Сказали, что там где-то он моему уже покойный двоюродный брат. Я не знаю. Военные уже и не припомнят, когда в последний раз дорогу простреливали диверсанты. Хотят до занятого противником аэропорта рукой подать. А как только распустилась зелень, подбираться в тыл кормейцам стало намного легче. Первым делом военные осматривают брошенные дома. Там может быть засада. Затем и тело погибшего. Убитых боевики обычно минируют. В этот раз все чисто. Работал профессионал, постановил, добил сбоку. Скорее всего ушел. Наверное так. А теперь получается, что гражданский убит на 9 мая. Провокация чистой воды. Это одна из самых опасных позиций украинских армейцев. Высота всего в километре от нас находятся руины Донецкого аэропорта. Еще вчера оттуда из-за старого терминала боевики вели огонь из своих орудий, САУ и минометов. Сегодня же едва ли не первый день, когда здесь тихо. Военные объясняют, это командование договорились о тишине. Со вчера с 10 часов вечера и до 10 часов утра 10 мая. А запросили тишину сами же боевики. Правда сначала накрыли массированным огнем армейцев. С 20-й минометы работали с района окраин Донецка. Працювали с ранку в обед. Ну и до 8 вечера остальные пострелы. Но первыми боевики ее и нарушили уже в обед. Это боевики бьют по пескам, объясняют на высоте. Ближе к этой позиции в небе появляются вот такие черные вспышки. Это мины, которые разрываются над головой и накрывают осколками большую площадь сверху. В это же время бойцы замечают активность в районе метеовышки аэропорта. Но ударить по противнику даже предупредительным огнем не могут. Перемирие. Дали приказ не открывать огонь, даже если будет провокация. И вот сейчас что происходит? Ну, если дают ответку, значит, это не просто провокация. Это уже более серьезный обстрел. Это обычная перепалка, перестрелка между опорными пунктами наблюдательными. Это ежедневная тема. А если ударит артиллерия противника, то и ответить нечем. САУ и минометы боевики прячут за дальними строениями аэропорта. Причем уже и не стараются сменить позиции. Либо не можем, либо не можем достать просто тем, что есть. СПГ все-таки оно. Сколько оно бьет? Ну, максимум там 4 километра оно осколочное. Но доминомета все равно не достанет. След за укрытием. А вот на днях бойцы 93-й бригады подбили на взлетке БМП противника. Боевики как раз подвозили боеприпасы. Готовилась идти пехота. Но насколько это сдержит противника, военные уже знают, как праздник ближе к вечеру жди пьяных обстрелов. Сами же армейцы и 100 грамм фронтовых сегодня поднять не смогли. За погибших во Второй мировой и в нынешней войне. Ирина Баглай, Владлен 0, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. И попросим Ирину Баглай обновить информацию на данный час. Ира, здравствуй. Мы ждем от тебя самых последних новостей. Здравствуй, Ирюша. В целом, сегодняшний день ничем не отличается от предыдущих. Боевики, несмотря на запрошенные имиджи перемирия, как вы видели в сюжете, открыли огонь по пескам. Также били из запрещенных 120-мм минометов по опытному и позиции военных на шахте Бутовка. Со Спартака, где находится база боевиков, противник открывал огонь и по воинской части противовоздушной обороны. Здесь она более известна как позиция Зенит. Будут ли нарушены договоренности о тишине в этот день, здесь военные не загадывают. Как показывает опыт, самое тяжелое время – ночь. Тем более, что есть информация, на Дебальцевский железнодорожный узел прибыли составы с топливом. И боевики планируют его развести по своим местам в дислокации. Леша. Ирочка, спасибо тебе за работу. Это была моя коллега Ирина Баглай продолжает свою каденцию в зоне АТО. Она давно разменяла девятый десяток, но все же не перестает удивлять окружающих. В Одессе наши корреспонденты разыскали женщину, ветерана войны, которая увлекается йогой. Посмотрите и скажите, сможете ли вы повторить такое. Миниатюрная, юркая, приветливая Рея Николаевна Малинина сбежала на фронт из дому в 15-летнем возрасте. В 44-м прошла Румынию, Югославию, Австрию и Германию. На фронте была радисткой. У меня был ключ. Если нужно, я передавала сводки и принимала. Шифровки, молнии. Меня даже называли в армии молния. Я не могла ходить, я бегала. В дальнейшем такая активность и подвижность стали образом жизни. А уже будучи в преклонном возрасте, Рея Николаевна записалась в секцию йоги, чтобы овладеть древними индийскими практиками. На занятия ходила 15 лет. Даже ушу у нас было. Но я сейчас ушу забыла. Хотела вспомнить, как это. Сейчас в стойку. Сейчас тренируется дома. Каждый день по несколько часов. Сначала разминка для растягивания суставов и медитация в позе лотоса. Энергетический эффект, говорит фронтовичка, ощущается. Потоки такие какие-то проходят по телу. Кульминация тренировки – продольный шпагат. Это сложное упражнение женщина делает непринужденно. Вот теперь, говорит, организм точно заряжен на целый день. Все разогретое, тело горячее. Сегодня Рея Малинина с цветами у стелы «Крылья Победы». Вокруг ее друзья и подшефные. Хорошая физическая форма позволяет женщине в свои 86 лет руководить первичной организацией ветеранов Приморского района Одессы. Никогда не было, чтобы она отказала, чтобы она сказала, что она плохо себя чувствует. Всегда как солдатик. И всегда улыбаются. Может быть, это тоже один из ее секретов. Ветеранской организации рассказывают, в первую очередь Рея Николаевна опекает одиноких, обделенных вниманием фронтовиков. Даже за свои деньги покупает им подарки, приносит помощь. И если повторить за бывшей радисткой «Шпагат» сразу не получится, то этому ее примеру можно последовать хоть сегодня. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал «Интер» Одесса. Без громких скандалов, провокаций и потасовок. Так отметили 70-ю годовщину Дня Победы Украинцы. Каким было 9 мая? Наш следующий материал. В Запорожье митинг-реквием. У Вечного Огня сотни горожан, ветераны. 97-летний фронтовик Иван Залужный в новой войне потерял внука. Рассказывает, накануне праздника получил сотни писем от простых людей со словами поддержки. Чем мы будем сильнее, тем, значит, быстрее будем. Сотни людей и у мемориала славы в Харькове. Рядом с ветеранами бойцы АТО. Мы сражаемся за нашу свободу, это самое главное. Войну-то я пережил, знаю, что такое, и под бомбежкой был, и все-таки есть у нас армия. В Николаеве оскандалились коммунисты. Они проигнорировали требования милиции. Вход на центральную площадь только через рамку металлоискателей. Их пошли на пролом. Других инцидентов не было. В городе устроили парад и выставку техники. Без происшествий отпраздновали и в Одессе. У оперного театра после реставрации открыли сцену героев Одесской области. А по городу играли военные оркестры. Сейчас очень тяжело, но надо вытирать слезы и улыбаться. Мы одесситы. Тихо, спокойно и бревно. Горожане помолились о погибших бойцах. А то вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику погибшим за Украину. Ветераны плакали, говоря о войне. Той и нынешней. Разве можно так поступать с народом, с молодежью. Сколько же полегло молодежи. Ольга Рыцарь, подробности, телеканал Интер. Ну а среди первых, кто начал праздновать 9 мая, Кривой Рог. Что там происходило в 4 утра и в каких еще городах и странах отмечали праздник Победы политики, нардепы, оппозиционеры. Подробнее наши корреспонденты. Первым праздновать День Победы начал Кривой Рог. В 4 утра на проспекте Южный формируется колонна. В раритетных военных автомобилях ветераны едут к могиле неизвестного солдата. Вдоль дороги дети со свечами и портретами фронтовиков. Сначала цветы возлагают солдат и маленькая девочка. За ними ветераны, чиновники, депутаты. В 8 мая в 6 часов вечера немцы прекратили огневые действия, бросили оружие. А 9 мая в 3 часа ночи был приказ 9 мая считать Днем Победы. В 43-й год подряд Кривба с первым в Украине в 4 часа утра празднуют святой для нас праздник День Победы. Эта традиция связана с тем, что 22 февраля 44-го года, именно в 4 часа, началось освобождение Кривого Рога. Это были очень кровопролитные бои. В Днепропетровске, несмотря на дождь, к монументу славы с самого утра потянулись тысячи людей. Наш дедушка участвовал в войне, один и второй. Многие родственники не вернулись с войны. Затем стартовал Марш Победы. Горожане шли колонной в руках фотографии отцов, дедов и прадедов. Родной отец. Раненым переплыл, переплыл в Днепр, жить хотел. Потом освобождал Днепропетровск. Я столько наслышан от него о войне. В Берлине основные мероприятия прошли в знаменитом Трептов парке. Там находится памятник советскому воину-освободителю с немецкой девочкой на руках. К монументу несли цветы и венки. Была делегация и из Украины. Мы со своими коллегами по оппозиционному блоку передали сюда подножие памятника и возложили корзину от депутатского корпуса, от тех, кто поддерживает нас как политиков. Ну и массовое шествие, конечно же, в Киеве. Сотни людей, ветераны, депутаты и оппозиционеры пришли к памятнику неизвестному солдату, чтобы поклониться погибшим на войне. После возложения цветов к вечному огню пообщались с ветеранами, послушали истории о том, как они воевали и тоже поделились историями своих семей. У меня погиб дед. В 41-м году принял удар в Белоруссии, был танкистом. А второй дед закончил войну майором в Советской Армии, в Чехословакии. Все, кто сюда приходят, приходят, мне кажется, с одними чувствами. Это великой благодарности за победу, которую принесли нам ветераны, которую принесли нам все воевавшие. Очень приятно, что у нас сегодня было очень много ветеранов. Слава Богу, что они с нами. Слава Богу, что у них есть силы прийти. Мы ветераны благодарны вам за внимание, за то, что вы чтите эту победу нашу. И я думаю, что это незабываемо надолго. Ольга Теребинская, Наталья Грищенко, Татьяна Лугунова. Подробности в телеканал Интер. А жители села Лоски, Житомирской области, 9 мая в буквальном смысле слова встретили со слезами на глазах. Прощались с героем, погибшим на востоке Украины. Ярослав Мялкин был одним из четырех бойцов, которые 5 мая вместе с БТРом подорвались на фугасе в районе Авдеевки. 33-летнего Ярослава мобилизовали в зону АТО в конце января наводчиком 95-й аэромобильной бригады. Он не дожил до ротации всего несколько дней. На День Победы его батальон должны были отправить в отпуск. Мы с ним разговаривали в день его смерти за пару часов буквально. Он мне сказал, что опять атакуют, они едут на позицию. Сказал, ты не волнуйся, ты же знаешь, что я не на курорте. И погиб. Празднование Дня Победы в российской Чите ознаменовалось пожаром. Там, прямо во время парада, загорелся двигатель одного из буков. Уже через несколько минут ракетную установку потушили и отбуксировали. А аппарат продолжили. В пресс-службе Восточного военного округа объяснили, возгорание произошло из-за попадания масла и никакой угрозы не было. В израильском Ашдоде прошло шествие памяти. Горожане несли портреты родных, участников боевых действий, рассказывали их истории. Подробнее Сергей Ауслендер. Главный парад с участием ветеранов в Иерусалиме пройдет завтра. Это связано с тем, что сегодня суббота, а в этот день в Израиле не принято проводить крупные торжественные мероприятия. Тем не менее, например, в Ашдоде состоялась акция «Бессмертный полк». Жители города и все, кто пожелал к ним присоединиться, вышли на улицы с портретами своих родных, принимавших участие во Второй мировой войне. И за каждым портретом, за каждым фото там была своя история, своя трагедия, свой подвиг. Это на плакате мой дядя, который воевал на Ленинградском фронте и дошел до Берлина. Все родственники были в Ленинграде, в этом блокадном Ленинграде. А он свои маленькие пайки брал, экономил и приносил для того, чтобы семья выжила. Семья выжила. В Израиле очень много ветеранов, узников, концлагерей и гетто. Все, кто прошел Вторую мировую. Поэтому сегодняшний день – это государственный праздник, день победы над нацизмом. Он отмечается достаточно широко. Конечно, здесь не принято проводить крупных армейских парадов. Нет такой традиции. Прежде всего, здесь – это День памяти. Мы хотим напомнить об этом дне. Сказать, чтобы о нем помнили все всегда и чтобы это переходило из поколения в поколение. А ничего лучше, чем самая честная и открытая акция – это взять фотографию своего родственника и выйти встать вместе, и пройти всем вместе вот это небольшое расстояние. Это показывает единство и целостность, и доказывает, что эта победа едина и неделимая. Конечно, Израиль – это страна, где очень хорошо знают, что такое война и какова цена мира. Еще года не прошло с момента окончания последнего конфликта. Тогда были убиты 72 человека, из них 65 военных. Поэтому в Израиле очень хорошо знают о том, что именно победа союзников во Второй мировой войне спасла еврейский народ от полного уничтожения. Именно благодаря этой победе на карте появилось государство Израиль. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер» Израиль. Мероприятия к 70-летию окончания Второй мировой уже второй день продолжаются и в австрийской столице. Политики, ветераны, дипломаты, представители международных организаций несут цветы к памятнику советскому воину-освободителю в центре Вены. Сегодня почтить память погибших сюда пришел и глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ. Вместе с семьей он возложил цветы к мемориалу. Для нашей семьи это большой праздник. Я считаю, что это великая победа, ради которой было очень много скумулированной энергии и сил и людских, и всех. Я хочу, чтобы дети понимали, что сегодня происходит у нас дома, это тоже очень важно, чтобы не было войны. Нам нужен тоже мир сегодня в Украине. Пять концертов за восемь дней. В Париже, Брюсселе, Антверпене и Брюге, в залах, которым бы позавидовали самые именитые музыканты мира, талантливые маленькие украинцы, которые пережили уже много и переселения, и войну, отправились к благотворительным концертам по Европе. В Брюсселе с ними общалась София Гордиенко. На лавочку! Ага, нормально. Стоп, ни с той стороны, дусь этой. Они привыкли к камерам и вниманию. Смешливые, озорные, очень свободные, но точно не избалованные. У музыканта даже девятилетнего. Дисциплина, как в армии. Занятия каждый день. Надо и отдыхать перед концертом, и репетировать, и что-то успеть посмотреть. А если ты еще и девочка, приходится во имя красоты гулять по Брюсселю в Бигуди. Кристина Михаличенко из Крыма. Ее семья переехала в Киев год назад. А Кирилл до сих пор живет в Донецке. Я возвращаюсь в Донецк через Киев в большинстве случаев. Потом еду на поезде в Константинов. Через некоторое время из Константиновки я выезжаю в сам Донецк через списки СБУ, через пропуска. Ну, как-то добираюсь, потихоньку добираюсь домой. Когда говорят пушки, музы молчат, и музыканты обычно остаются без поддержки. Здесь помогли волонтеры. Фонд «Ответственное будущее» организовал серию концертов и сбор средств для талантливых детей-переселенцев. Случайно репортаж об этом событии увидели за рубежом. Всем дипломатическим миром в Париже и Брюсселе стали искать возможность помочь детям. И главное, найти зал и инструменты. На первый взгляд, ничего необычного в этом месте нет. Ни позолота, ни лепнина, и вот даже простое плюшевое кресло. Но это лучший концертный зал Бельгии и точно один из лучших в Европе. Цен на билет нет. Благотворительный взнос 5 евро. Это в 8 раз меньше, чем стоимость самого дешевого билета на концерт в базар. Посетители оставляют больше. «Я пришел выразить свою солидарность и поддержку украинскому народу. Я не одно лето провел в Украине, даже в Крыму побывал. И меня очень волнует ситуация, сложившаяся в вашей стране». Под опекой фонда 16 детей вместе с семьями. Это так называемые перемещенные лица или те, кто до сих пор живет под оккупацией и обстрелами. Они не только будущее нашей страны, но и настоящее, уже признанные мастера, которые во время концерта погружены в музыку. Но после возвращаются в реальность. «Я очень хочу, чтобы мы переехали, потому что жить под обстрелами невозможно, очень страшно. И каждый день боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И самое главное, что я хочу переезжать, если уже переезжать со всеми и с моим учителем, потому что я к другому учителю не пойду». София Гурдиенко, Василий Тружковский. Подробности – телеканал «Интер». Бельгия, Брюссель. О красивом жесте футболиста Роналду, высокооплачиваемых в безденегах компаний «Гугл» и американском поросенке политики. Посмотрите далее в нашем обзоре. Благородный жест. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пожертвовал 7 миллионов евро пострадавшим от землетрясения в Непале. Последовать примеру призвал и своих поклонников. Капитан сборной Португалии – самый высокооплачиваемый футболист прошлого года по версии «Форбс». В 2014-м он заработал 79 миллионов долларов. Семья Шумахера распродает имущество. Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Каринна распрощалась с личным самолетом спортсмена и их загородным домом в Норвегии. Известно, что за самолет выручила 25 миллионов фунтов. По мнению женщины, ни поместья, ни авиасудно им больше не нужны. Сам Шумахер сейчас проходит реабилитацию в своем швейцарском доме после травмы, полученной в 2013-м. Безделье по найму. Компания «Гугл» платит зарплату незадействованным в работе сотрудникам. Рассказал об этом анонимный источник в корпорации. Говорит, что безделье оплачивают не всем, а лишь топ-менеджерам и особо ценным работникам. Так пытаются остановить переход с конкурентом. Называют такие кадры скамейкой запасных. Кандидат с пятачком. За пост мэра американского города Флинт поборется поросенок. Зовут его Гигглс. В списке кандидатуру свинки внес местный адвокат Майкл Юинг. После того, как узнал, что в выборах участвуют двое бывших нарушителей закона. Юрист считает Гигглс умным и милым существом, чего не может сказать о бывших преступниках. У Хрюши уже есть своя страничка в Фейсбуке, которая стремительно набирает популярность. Выпуск вечного студента. Британский пенсионер Рэй Рэддик окончил университет спустя 35 лет после поступления. В детстве он бросил школу, пошел работать. Вуз поступил в 1980-м, стал изучать экономику. Однако снова взял академотпуск, который затянулся на 23 года. Вернувшись к учебе, мужчина решил выучить еще и испанский. За время своего студенчества Рэдик успел поработать пекарем и стрелком королевской артиллерии. У американских близнецов оказались разные отцы. Девочки родились в 2013-м, но у родителей отношения разладились. Мать подала на алименты. ДНК-тест показал шокирующие результаты. Ее бывший был отцом лишь одной из дочерей. Оказалось, женщина параллельно крутила еще один роман. Личность второго отца не установлена. А вот первый будет платить алименты лишь за одного ребенка. На этом наш выпуск закончен. Я хочу еще успеть поздравить вас всех с праздником. Давайте верить, что очень скоро у нас появится еще один день победы. В той необъявленной войне, которую нам навязали и в которой мы обязательно победим. До встречи. Увидимся уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok